Библия говорит в первом послании Петра, что день с Господом как тысяча лет, а тысяча лет как один день. В первом послании Петра говорится, не будьте невежественны насчет этого. День с Господом как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Не забудьте это. Знаете что, мы забыли. Через две тысячи лет мы не понимаем сезон и времена Божии. Так что со времен Христа до ныне, вот уже почти две тысячи лет, или два дня. И все готовятся быть восхищенными. Мы... неправильный ответ. Вы будете сокрушены перед тем, как будете восхищенными. Что Бог строит в этот день, во время этой смены дня, смены сезона, мы переходим в третий день. И в этот третий день Он сказал, разрушьте храм этот, и Я в третий день построю его. Теперь подумайте, зачем им устроить его, если Он прекратил существование? Он сказал, Я построю храм на третий день. Кто-то сказал, они не знали, что Он говорил о своем теле. И это говорило о воскресении. У Бога не было только один сын. Вы знаете, люди настолько запутались. У Бога был только один сын. У Бога был только один рожденный сын. Библия говорит, что Он приведет многих сынов в славу. Итак, вы не можете получить нас без него, вы не можете получить его без нас. Это комплексная сделка. Вы не можете иметь Христа без церкви, вы не можете иметь церковь без креста. Он не может прийти, если церковь не здесь. Поэтому, когда он приходит, он приходит. Вообще-то, Библия никогда не говорит, что есть второе пришествие. О, вы все разозлились. Это нормально. Это нормально. Нет ни одного. Покажите мне это, и я приму это. Возьмите ваши симфонии, библейские ученые. В Библии нет ни единого стиха, который говорит, что есть второе пришествие. Библия говорит, что он придет опять. Могу я вам сказать, что он никогда и не перестал приходить? Каждый день люди наполняются силой Святого Духа. Он пришел опять. Вообще-то, он сказал, я приду опять и буду жить в вас. Так что его второе пришествие, это был день Пятидесятницы, когда он излил Святого Духа на всякую плоть. Вот почему ученики стояли вокруг, глядя вверх. Потому что он сказал, что вернется таким же образом, как и ушел. Они думали, что он вернется в течение следующих пяти минут. Ангел пришел к ним и сказал, почему вы смотрите вверх? Почему вы стоите здесь, вглядываясь вверх? Вот как он придет. Идите в Иерусалим, чтобы вы были наделены силой. Так что, епископ Эш, вы говорите, что он не придет в конце времен? Нет, он придет в конце времени, чтобы поглотить время и поглотить все в себя. Это другое откровение, мы не будем об этом проповедовать. Но мы на смене дней, мы на смене дней, и один день заканчивается, а другой день начинается. Иисус стоял между двумя днями. Он принес завершение одному дню и принес начало другому дню. И всегда есть пророческое провозглашение, которое приносит завершение одному дню и открывает дверь другому дню. И в этом опасность быть соединенным с апостольским и пророческим служением, потому что апостол и пророк, будучи служением первопроходцев, первый и второй в порядке Божьем, им предназначено провозглашать следующее движение Бога во время предыдущего движения Божьего. Поэтому, когда люди восторгаются предыдущим движением Божьим, они провозглашают следующее движение Божье. Так что все говорят, что они еретики, потому что они говорят что-то, что еще никто никогда не слышал. Можете себе представить, когда Иисус пришел и начал приносить Божье устроение благодати? Его называли еретиком, его называли дьяволом, потому что он приготовил их к новому дню, к новой структуре, чтобы Богу жить не в храме, но чтобы Богу жить в живом храме. И они возненавидели его за это. И поэтому мы видим, два служения встречаются у реки Иордан. Мы видим служение Иисуса и служение Иоанна. И Иоанн начинает умоляться, чтобы Иисус мог возрастать. И Иоанн не пришел, чтобы проповедовать обществу учеников на этой неделе. Он пришел проповедовать Христу. Он будет проповедовать Ему, пока Он не возрастет, а вы не умолитесь. Пока не останется ничего от вас, чтобы вы могли сказать, как Павел, «Для меня жить — это и есть Христос». В 3-й царств 18-44 в седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облако поднимается от моря, как ладонь человеческая». Перевод английский. Он сказал, «Пойди, скажи, хаус, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не остановил тебя дождь». Библия говорит в 18-й главе, что «Илья молился, чтобы пошел дождь». И послушайте, что происходит. Библия говорит, что образовалось облако, и оно было в форме человеческой ладони. Могу я пророчествовать вам, что пророческий голос вот-вот выступит и провозгласит, «Пока воды! Привет, воды!» Слово «воды» — это тот тип слова... Понимаете, есть слово, которое будет сформировано на небе, ни с земли, ни из плотской сферы, ни из того, что некоторые из вас купили в библейском книжном магазине. Не из того, что некоторые из вас узнали из семинарии, но из того, что вы узнали на коленях в присутствии Божьем. Есть ладонь, которая вот-вот сформируется. «Привет, апостолы, пророки, евангелисты, пастыря и учителя!» Есть ладонь, которая вот-вот сформируется. И когда ладонь сформируется, истина в том, что мы примем... Послушайте, большинство из вас, если вы действительно признаете, уже годы прошли с тех пор, как вы были в библейском книжном магазине и нашли там что-то, что действительно кормило вас. Потому что что-то, что вам нужно, чтобы действительно напитать вас, может быть открыто духом Сколько из вас слышат меня духом святым? Итак, он молился, пока рука не была сформирована в самом небе Или в небесной сфере Не могу я сказать вам, что он имел дело с духом Изавели А Изавель была дочерью царя Позвольте мне пророчествовать вам Изавель, церковь Изавель, это дочь царя, которая разрисовала свое лицо Это не макияж Но возложила на себя верность динаминации, а не цель Божью И Изавель, это любая церковь, которая одевает себя во что угодно, что не дает жизнь Или рисует ложное лицо, но не отображает истинный образ славы Божьей Когда вы отображаете больше Баптиста, чем Христа Вы ложная церковь Когда вы больше харизматичны, чем подобны Христу Вы ложная церковь Вы церковь Изавели Когда вы больше ассамблеи Божьей, чем Христоподобны Вы церковь Изавели Когда вы больше верны вашей динаминации, чем истины Вы церковь Изавели Заповедь — быть в верном истине Теперь мы пойдем в 3-ю царство, 19-ю главу, 4-й стих Библия говорит, а сам он отошел в пустыню на день пути И придя, сел под можжевеловым кустом и просил от себе смерти И сказал, довольна уже, Господи Возьми душу мою, ибо я не лучше моих отцов Во-первых, Бог сказал, то, что я делаю Открывается через его святых служителей и пророков Божьих А Илья был пророком Илья не был в депрессии, вопреки популярной теологии Это был человек, который знал голос Божий Это был человек, который только что призвал огонь небесный Это был человек, который знал все, что Бог говорит Он не был в депрессии из-за того, что Изавель преследовала его Он знал, что его день пришел к концу И, к несчастью, у нас есть люди, которые не знают, что их день пришел к концу И не говорят, довольна, теперь я могу умереть, потому что я исполнил мое предназначение Павел сказал, течение совершил. Понимаете, есть люди, которые настолько неверны их цели, что они боятся смерти. И они бы лучше хотели быть восхищены отсюда, нежели иметь дело со смертью. Потому что смерть пугает их, потому что они никогда не были верны их предназначению. Они были более верны своему удостоверению проповедника, более верны доллару в их кармане, более верны тому, что, как они думали, было призывом Божьим. Но они отреклись от того, что их предназначением было быть подобным Христу. Они отреклись от христоподобного образа в них, и поэтому они боятся смерти. Но Илья не был в депрессии. Илья сказал, я сделал достаточно, хватит. То, что я сделал, этого достаточно, это закончено. Мне не нужно делать что-либо еще. Библия говорит в 4 стихе здесь, что когда он пришел, он сел и сказал, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучшим отцов моих. Другими словами, он признал, что он ничем не отличается от тех, кто шел до него. Когда они исполнили их цель, их день был окончен. Они должны были дать дорогу следующему движению Бога. Даже Иисус, кто был Богом во плоти, имел достаточно смысла, чтобы знать, когда его день пришел к концу. И он сказал, хотя я пришел теперь в бессмертном теле, если я останусь здесь, я вас препятствую, вам стать подобными мне. Мне нужно идти, чтобы вместо того, чтобы быть Богом с вами, я смог быть Богом в вас. Итак, ему нужно было уйти, и он знал, что его день пришел к концу, потому что мы бы очень хотели иметь Бога с нами. Но что было более важно, это чтобы Бог был в нас, чтобы мы могли быть как Бог. Бог постоянно бросает вызов, и я покажу вам, почему. Через несколько минут. Потому что это имеет большое отношение к цели Божьей. Он дает им шанс вернуться. Елисей. Елисей. Почему? Потому что Елисей должен был утвердить себя как служителя, как раба, как невольника. Елисей должен был пережить сам, потому что Елисей должен был пережить лично, так как это не может быть то, что проповедуется другими. Знаете, вы дали Фоме плохое имя, говоря, что Фома был сомневающимся Фомой. Фома не был сомневающимся Фомой. Библия говорит, что Фома сказал ученикам, он сказал, «Если не увижу своими, моими собственными глазами, не прикоснусь моей собственной рукой, не поверю». Другими словами, я не могу быть изменен вашим опытом. Мне нужно мое собственное откровение, мне нужно мое собственное излияние, мне нужно мое собственное хождение с Богом. Итак, что происходит? Он дал им возможность вернуться, потому что Елисей должен был понять для себя самого, что у него не было свободной воли. И Елисею нужно было понять для себя самого, что он был рабом, был невольником, что было нечто, что он был десятиной. Могу я служить вам, что есть десятина на земле, у которой нет выбора? Потому что десятины принадлежат Господу. Вы когда-нибудь говорили с некоторыми христианами, и они говорили вам, как они убегали от Бога 20 лет, или, о, я противился Богу, я противился. А другие ребята говорят, у тебя была возможность бежать? У меня вот не было возможности убежать. У тебя была возможность сказать «нет»? У меня такой возможности сказать «нет» не было. У тебя в самом деле была какая-то твоя собственная жизнь какое-то время? Я не мог позволить себе жизнь. Потому что я был так поглощен целью Божьей. Бога не волновало, что я думал. Он сказал мне, что он думал, и не дал мне выбор. Ну, я могу не делать этого. Знаете, там не было вариантов. Каждый раз, когда я поворачивался, была каменная стена, пока я не покорился воле Божьей. Понимаете, есть десятина на земле, у которой нет воли. Знаете, некоторые люди постоянно «свободная воля, свободная воля, у всех есть свободная воля». У Ионы не было свободной воли. Иона думал, что у него есть свободная воля. Он сказал «не буду покоряться Богу». Но когда Иона вышел из китовой семинарии, он потерял свою свободную волю, «отпустил Китай и подчинился цели Божьей». Понимаете, есть десятина, и когда десятина приходит на землю... Могу я пророчествовать вам? Когда 90% церкви проповедуют, когда 90% Царства Божьего проповедуют, это восполняет временные нужды, но не вечные нужды. Но когда десятина проповедуют... Послушайте, что Бог говорит насчет десятин. «Принесите десятины в дом хранилища, чтобы там было мясо», в английском переводе. И это как десятина проповедует. Они не проповедуют молоко и хлеб, они проповедуют мясо. И это как вы можете отличить десятины. Знаете, вы можете говорить, когда вы рядом с десятинами, вы можете провести пять минут, говоря с ними, и вы знаете, что это родственный дух. Вы сидите и говорите, «Знаете, у меня никогда не было возможности сделать то, что... Я хочу быть как Иисус. Забудьте о том, чтобы быть динаминацией. Я хочу быть как Иисус. Я не хочу быть как Билли Грэм, как Ти Ди Джейс, как Рик Годвин, как кто-нибудь из тех ребят, как Бенни Хин. Я хочу быть как Иисус. Я не хочу служения Бенни Хина. Я хочу служения Иисуса. Я не хочу служения Верона. Я хочу служения Иисуса. Я не хочу ничего служения. Я хочу служения Иисуса. Есть нечто, что выдает их. Когда десятина приходит в сокровищницу, когда десятина есть в сокровищнице, будет мясо. И причина, почему не было мяса, это потому что десятина не проповедовала Потому что десятины — это его Но когда десятины проповедуют, десятина проповедует мясо Библия говорит, принесите десятины в дом хранилища Могу я сказать вам? Если вы здесь, у вас нет выбора И после всего ада, через который прошло это служение, вы все еще здесь У меня для вас хорошая новость Вы, возможно, десятина Я начал с того, что ад, гиена, шеол, хейдис Я скажу, на каком хотите языке Бог устанавливает цель в сердцах людей Когда десятина приходит, и он говорит Вот, испытайте меня сегодня, не открою ли я вас? Открою вас Открою вас окна небесные Единственное небо, которое они увидят, это ты Единственный Иисус, которого они увидят, это ты Единственное помазание, которое они будут видеть, это ты Они не будут смотреть вверх и видеть его Они будут смотреть внутрь и увидят его Ты хочешь увидеть Иисуса? Вот он, прямо здесь Сколько времени я с вами, что вы спрашиваете меня, увидите Отца? Когда вы увидите меня, вы видите Отца? Сколько времени мы с вами, что вы спрашиваете мне показать Иисуса? Когда вы видите меня, вы видите Иисуса и видите нас, исполняющихся Цель Божью Испытайте меня и посмотрите, не открою ли я вас окна небесные И не залью ли я вас благословения, что не будет достаточно места, чтобы принять Пусть другие ребята уходят отсюда, потому что он будет изливать Мы не умираем, мы умножаемся Мы не производим поколения, мы как мы сами И мы произведем больше Иисуса, больше Иисуса Дьявол избавился от одного Иисуса на Голгофе, но в последние дни ему придется иметь дело с многочисленным телом Многочисленным телом, которое называется Христос Бог поднимает нас для этого часа Елисей был десятиной Придите со мной в четвертую книгу царств, пожалуйста Илия теперь призвал Елисея Теперь четвертая царств, вторая глава В то время... Смотрите, что здесь говорится Во-первых, то, о чем проповедую сегодня, это двойная порция Но позвольте мне помочь вам освободиться реально быстро Вам не нужна двойная порция Божьего Духа Библия говорит, что вы должны быть наполнены полнотой Божьей Не просто двойной порцией Как вы можете читать книгу Ефесянам, пятую главу, где Павел говорит Будьте наполнены полнотой Божьей И прийти к какому-то нибыло иному заключению, кроме того, что мы сейчас проповедуем Когда Бог говорит, что вы можете содержать в себе всего Бога Мне нужно дать вам немного квантовой физики здесь Я понимаю, что это слишком глубоко духовно Нам нужно опустить это на научный уровень Добро пожаловать в основы физики Ваш профессор сегодня Верон Эш Вы сидите в церкви... Как она называется? Как эта улица? Вы на улице Джейсон Вы в церкви на улице Джейсон Джейсон находится в Денвере, Денвер в Америке Америка на континенте Северная Америка Северная Америка расположена на планете, которая называется Терра Ферма Или Земля Земля расположена в Млечном Пути Который располагается во Вселенной А Вселенная в Боге Бог не в углу Вселенная... Позвольте вам помочь здесь Вселенная, которая не имеет конца в Боге Пристегните ремни, ребята Вы в церкви на Джейсон В городе Денвер, штат Колорадо В стране США На континенте Северная Америка На планете, называемой Земля В галактике, называемой Млечный Путь Во Вселенной, которая без конца, которая в Боге В Боге есть Вселенная И в этой Вселенной есть галактика, называемая Млечный Путь И в этой галактике, называемой Млечный Путь Есть планета, называемая Земля И на планете, называемой Земля Есть континент, называемый Северной Америкой И на этом континенте Есть страна, называемая Америка Соединенные Штаты Америки И в этой стране есть штат, называемый Колорадо И в штате Колорадо есть город, называемый Денвер И в Денвере есть улица, называемая Джейсон И на улице, называемой Джейсон, есть церковь, и в церкви есть ты. Ты в церкви на Джейсон в Денвере, в Колорадо, в Америке, в Северной Америке, на Земле, на Млечном Пути, во Вселенной, в Боге. Правильно? И Бог в тебе. Вы не слышите меня. Вы на самом деле не в церкви, церковь в тебе, ты не на Земле, земля в тебе, ты не в галактике, галактика в тебе, ты не во Вселенной, Вселенная в тебе. Кое-кто сказал, на мой взгляд, это звучит как-то странно. Ты так думаешь, послушай, что Давид говорит, благослови Господа душа моя, и все, что есть во мне, благослови Его Святое Имя, все в тебе. То, что ты пытаешься получить, ты уже имеешь. Куда ты пытаешься пойти, ты уже был там. То, что ты пытаешься изучить, ты уже знаешь. Вот почему Иисус сказал Его матери, зачем вам было искать Меня? Разве вы не знали, что я буду в храме? Вот вы ищете Иисуса, вы ищете в неправильном месте, дорогие. Он прямо здесь, он прямо здесь. Он не придет туда, он идет сюда. Услышьте меня Духом Святым. Посмотри на своего соседа и скажи, ты не сможешь купить этого в библейском книжном магазине. Сколько сейчас времени? Я даже не смотрю на часы свои. Мы хотим двойную порцию, но у нас уже есть весь Бог. Послушайте, есть три праздника. Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей. Праздник Пятидесятницы праздновали в Верхней Горнице, но праздник Кущей должен праздноваться на улице. Потому что Верхняя Горница не может вместить полное движение Бога. Я знаю, вы все злитесь на меня. Праздник Кущей это неделя. Праздник Пятидесятницы это день. Вы не слышите меня. Праздник Пятидесятницы это начало жатвы. Но праздник Кущей это окончание жатвы. Мы ходим кругом, говоря, мы Пятидесятники. Вы не правы. Вы не можете быть праздником. Вы должны попраздновать во время праздника и потом двигаться дальше. Вы должны пережить его и двигаться дальше. И в этом опасность церкви как церкви. Что церковь делает? Это она дождествляет себя с движением, вместо того, чтобы двигаться вместе с движением. Таким образом, когда Бог послал излияние в день на Азуза-стрит, они отождествили себя с движением и стали Пятидесятником. Но если бы они осознали, что то, что произошло на Азуза-стрит, было только началом, им следовало бы продолжать двигаться вместо того, чтобы пытаться дать оправдание этому, придумывать этому имя. Им следовало бы двигаться дальше, чтобы увидеть, куда это привело бы их. И что мы делаем? Мы пытаемся идентифицировать движение Божие. Мы пытаемся поклоняться медному змею, вместо того, чтобы жить от него. Что мы делаем? Это мы поклоняемся движению вместо жизни, которое движение дает. И дети Израиля поклонялись медному змею вместо того, чтобы просто принимать жизнь, которую медный змей давал. Они хотели учредить это и сделать это идолом. И это то, что мы сделали. мы учредили движение как идол, и мы начали становиться пятидесятниками, мы начали становиться ассамблеями, мы начали становиться церквями Бога и Христа, мы начали становиться апостольскими, мы начали становиться один-единственный Иисус. Мы всегда отождествлялись с кем-то, с чем-то, чему-то пытаемся дать название определения, вместо того, чтобы двигаться вместе с этим. Это называется движение Божье, потому что оно двигается. Это не называется фотография Бога. Скриншот Бога. Это называется движение Бога. Потому что Он двигается. Нам нужно двигаться туда, куда Бог ведет нас, а в большее измерение возрастания. Церковь движется в сферу, где демоны боятся нас. Мы приходим в другой уровень понимания силы Божьей, где нам не нужно проповедовать о демонах. Нам не нужно проповедовать о сатане, нам не нужно проповедовать об аде. Нам нужно понимание Царства Божьего. Знаете, люди говорят, ты недостаточно проповедуешь об аде, ты недостаточно проповедуешь о сатане. Никто никогда не слышал, чтобы ты проповедовал против этих вещей. Я сказал, брат, все, что мне нужно, это проповедовать Христа. Когда ты станешь Христом, он разберется с остальным. Дана заповедь проповедовать добрую весть. Добрая весть в том, что вы призваны быть сынами Божьими. Чем больше вы становитесь похожими на Него, тем меньше вы будете, как Адам. Что мы делали? Мы говорили людям перестать быть похожими на Адама, но мы не сказали, на кого им нужно стать похожим. Как долго вы можете прекращать быть похожими на что-то, если у вас нет новой идентификации, кем становиться? Что мы сделали? Это мы дали им место, но не личность. Мы сказали им, что небо было их целью. Небо не их цель, Христос их цель. Павел сказал, я стремлюсь ради награды, почести высшего звания. Угадайте, где это? Во Христе Иисусе. Это не на небе, это во Христе. Это не на небе, не где-нибудь там вверху, где все мы окажемся в одно радостное утро. Это во Христе. Дайте, я остановлюсь на этом стихе, пока я здесь. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Если есть высшее звание, то должно быть низшее звание. И некоторые люди соглашаются на низшее звание, соглашаются на 30-кратное, 60-кратное. Но есть люди, которые хотят вас 100-крат. Некоторые люди соглашаются на Пасху, Пятидесятницу, но некоторые из нас хотят кущей. Некоторые люди любят внешний двор и внутренний двор. Но некоторые из нас хотят входить во святое святых. Из три возможности, три небесных измерения, к которым Бог приводит нас. Павел сказал, я был на третьем небе. Что такое первое небо? Это было служение внешнего двора. Второе небо, это было служение внутреннего двора. Но третье небо, куда ходил Павел, было во святом святых. Полнота образа и личности Бога. Процесс, который Илья знал, и Елисей знал. Библия говорит во второй главе. В то время, как Господь захотел... В первом стихе. В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. И Илья сказал Елисею, останься здесь, прошу тебя, ибо Господь посылает меня в Вифиль. И Елисей сказал ему, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль, услышьте меня Духом Святым. И услышьте пророческое провозглашение о следующем движении Божьем, которое мы благословлены увидеть. Илья знал, и Елисей знал, что один день закончен, и новый день начинался. Илья сказал, останься здесь. Он дал ему возможность вернуться назад или присоединиться к нему. Он сказал, вернись назад, если у тебя есть шанс присоединиться к помазанию для следующего движения Божьего. Бог ожидал Илью и ожидал, чтобы Елисей сделал этот выбор. Останься здесь. Угадайте, кто был в Галгале. Школа пророков. Сыны пророков. Но Елисей понимал, я не узнаю о помазании там. Я узнаю помазание от помазанного. Итак, где было первое место, куда они пришли? Библия говорит, что они пришли на место, которое называется Галгал. Теперь услышьте меня, потому что Галгал — это было место, где Иисус Навин. Прежде чем Иисус Навин... Услышьте меня Духом Святым. Прежде чем Иисус Навин мог населить обетованную землю, Прежде чем Иисус Навин мог взять город Ерихон, Библия говорит, ему нужно было пойти в город Галгал. И потому что многие из народа не были обрезаны в течение 40 лет, им нужно было обрезать народ в месте Галгал. Услышьте меня, как взрослые, Духом Святым. Услышьте меня, как взрослые. Обрезание необходимо, потому что излишняя плоть препятствует размножению. Услышьте меня, Духом Святым. И Бог говорит, что излишняя плоть в церкви препятствует размножению. Почему мы не видим поколение Христа? Потому что есть слишком много плоти, и люди не обрезаны, чтобы избавиться от плоти, чтобы они могли производить семя, которое будет Иисус, а не их собственная динаминация и человеческие традиции. Сколько из вас слышит меня Духом Святым? И вот почему мы не размножаемся по земле. Позвольте мне сказать, что если ты пойдешь в Галгал, там была кровь повсюду, там взрослые люди были обрезаны. И когда бы ты не преследовал помазанной, будь готов к крови, будь готов к разрушению, будь готов к отвержению плоти. И первое, с чем ты будешь иметь дело, когда ты приходишь к апостольскому и пророческому служению, первое, с чем тебе придется научиться иметь дело, быть ничтожным. И прежде чем тебе будет позволено завладеть городом, тебе нужно будет разобраться с болью твоей плоти, плотью, которую ты принес с собой. Сколько из вас слышит меня Духом? Вы знаете, есть процесс, в котором Бог приводит нас, и который разрушает наше собственное «я». Бог освобождает нас от... Посмотри на своего соседа и скажи, «Меня освобождают от меня самого». То, от чего они освобождались, это была их собственная плоть, не плоть другого человека. Величайший враг, с которым ты когда-либо будешь иметь дело, это враг, называемый «своё я». Павел сказал, что пока Христос проповедуется, или по соперничеству, или истинно, пусть проповедуется. По меньшей мере, некоторые люди спасутся страхом. Худшая ложь этого поколения, худшая ложь, которую когда-либо проповедовали, это то, что Антихрист — это один человек. Давайте я вам сейчас помогу здесь, ребята. Антихрист должен быть зеркальным отражением образа истинного Христа. Подделка должна выглядеть достаточно похожей на реальную вещь, чтобы быть правдоподобной. Истинный Христос — не один человек. Не говорится, что он был анти-Иисус. Сказано, что он был анти-Христ. Вы не услышали меня. Это не анти-Иисус идет. Он не будет анти-Человек, который жил 2000 лет назад. Он анти-Христ. И Христос, согласно 1 Коринфянам 15, Библия говорит, «Вы Христос». Павел говорит, «Для меня жизнь — это Христос». Итак, дух анти-Христа — это не один человек, это многочисленное тело. Любой, кто отрицает, что Иисус пришел во плоти — это анти-Христ. «Услышьте меня Духом Святым». Итак, говорится, что начертание зверя в вашем челе. Не на вашем челе, это вы в вашей руке, не на вашей руке. В любом случае, что заставляет вас думать, что компьютерный чип может определять твое сердце? Это глупо. Если поместят компьютерный чип в мою голову, будет ли это в действительности иметь что-то общее с криком моего сердца и жаждой Бога? Будет ли Бог взыскивать за... Бог не человек, что он будет лгать мне, и не сын человеческий, что ему нужно каяться. Он не такой, как мы. Это глупость, люди, что вы боитесь людей, думая, что дьявол, что анти-Христ — большой, старый, гигантский компьютер. Хочется бросить чем-то в некоторых людей. Говорится, это вы в вашем челе. В нем. Это значит, в вашем разуме. Если твой разум не покорен воле Божьей, ты анти-Христ. Ты можешь быть спасен и быть анти-Христом. Если твой разум, твоя правая рука — это символ власти и силы, и все, что ты делаешь своей правой рукой, говорит, я делаю это моей силой, а все, что ты делаешь своей силой, это не Божья сила, поэтому это анти-Христ. Если ты нашел работу своей собственной силой, это анти-Христ. Если ты купил дом своей собственной силой, это анти-Христ. Если ты создал семью с тем, с кем Бог не говорил тебе создавать семью, это анти-Христ. Все, что ты делаешь с твоей собственной силой, это анти-Христ. А все, что ты делаешь по воле Божьей, и согласно цели Божьей, это Христос. Давайте кто-нибудь. Антихрист — это не Горбачев, потому что у него была большая метка на его голове. Антихрист — это любой, кто отрицает, кто отрицает, кто отвергает, кто отвергает господство Иисуса Христа. И в любом случае, позвольте помочь вам. Любой, кто отвергает, что Христос пришел во плоти, — это Антихрист. Любой, кто отвергает, что Христос пришел во плоти, — это Антихрист. Любой, кто отвергает, что Христос пришел во плоти, — это Антихрист. Вот почему Библия говорит, дайте скажу вам, «Я освобожу вас очень быстро от греха». Ибо все согрешили и отпали от чего? От славы Божьей. Грех — это не прелюбодеяние, блуд, ложь, мороз, бог, грабеж — это не эти вещи. Эти вещи — это результат греха. Грех — это отпадение от славы Божьей. Понимаете, каждый раз, когда вы выходите из церкви и говорите, «Ну, не знаю, могу ли я этому верить? Я Иисус!» Нет, ты только что согрешил. Это ересь, это ересь, я не могу быть Иисусом. Итак, ты отпал от славы. Это грех. Грех — это отпадение. Ты все еще в славе Божьей. Как смеешь ты недооценивать Бога, говоря, «Я мог украсть Бога, я должен быть чем-то большим, плохим и уродливым, чтобы украсть Бога». И в любом случае, если Бог всемогущий, что означает, что у Него есть вся власть, всеведущий, что означает, что Он знает все, и вездесущий, что означает, что Он везде. Если бы я украл Божью славу, куда бы я положил ее? Куда мне ее положить, где нет Бога? Потому что если есть какое-то место, где нет Бога, Бога нет. Сколько из вас слышат меня Духом Святым? Если бы я украл славу Божью и взял ее с одного места и поместил, то есть, когда вы крадете славу и полагаете ее в самого себя, его репутацию, ну тогда вообще-то я не присвоил Божье, я только потребил Божье. Бог теперь приходит к месту, где Его не было раньше. Христос может быть все во всем. Лишняя плоть препятствует вам размножаться на земле, и Бог будет разбираться с тобой. Бог не будет давать согласие тебе в твоей плоти, чтобы слава Божья могла быть видима в твоей жизни. Самый трудный процесс — это начальный процесс, когда ты рожден в это откровение. Давайте помогу вам здесь очень быстро. Интимные отношения для семейных пар в значительной степени предназначены для наслаждения. Когда вы приходите в церковь, и вы услышите откровение такого уровня, приходит восторг. Ты наслаждаешься изначальной близостью. Но когда тебе нужно родить это, то намного тяжелее рождать эти вещи, чем получать. Легко получать откровение, но совсем другая вещь — дать рождение этому откровению. И я скажу вам, что есть много людей, которые получили его на один день, но когда им пришлось отвечать за него, они нашли дверь, они пошли назад к их старым динаминациям. Но позвольте мне сказать, что есть десятина, которые говорят, я возьму это, я дам рождение, и я снова получу, и снова рожу. И получу это снова, и снова выношу столько раз, сколько необходимо, чтобы было поколение, которое покроет всю землю славой Божьей. Чтобы было поколение, которое покроет всю землю славой, присутствием, шахиной Божьей. Теперь Библия говорит, на следующее место, куда они пришли, говорится, в той же второй главе, они пришли в место, называемое Вифи. Интересно, есть ли у меня проповедовать время об этом? Еще рано, я думал, что уже поздно. Вифи – это место, где Яков видел присутствие Божье, видел видение ангелов восходящих. Пойдите, почитайте это в вашей Библии. Библия говорит, ангелы восходили, и потом не сходили. Они не сходили и восходили, они восходили и не сходили. Они не приходили с неба и потом возвращались вверх. Они шли с земли вверх и возвращались назад вниз. Есть ангелы. Привет, ангел! Привет, ангел! Привет, ангел! Есть ангелы, которые восходят, принимают глубокие вещи Божьи, спускаются и проповедуют их людям, которые находятся на лице земли. Итак, Библия говорит, он был в Вифиле. Бефл означает «дом Бога». Прежде чем мы можем прийти в полоту, есть нечто уникальное насчет этого, потому что Библия говорит, что когда он пришел туда, он положил два камня под голову, когда он проснулся в то утро, он помазал один камень и ушел. Могу я сказать вам, что один камень, который он помазал, назывался «Христос Иисус, глава тела», но он оставил другой камень, не помазанным. Ты можешь помазать голову и при этом не помазать тело. Итак, Библия говорит, он назвал это место Вифиль, Дом Божий. Но он возвратился назад. Библия говорит, и помазал второй камень после того, как он прошел через свою трансформацию. Он помазал первый камень Иаковом, вернулся, чтобы помазать второй камень Израилем, и изменил название с Дома Божьего на «Бог Дома», на «Эл-Вифиль». Вообще-то, как читается «Эл-Вифиль», это «Бог Дома Божьего». Бог все во всем. Он был глава и тело. Он вернулся помазать второй камень. Могу я сказать вам, что есть... Скажи по-другому, это, епископеш. Есть два человека, пашущие на поле. Один возьмется, другой останется. Есть двое на постели. Один возьмется, другой останется. Есть две мелющие в жерновах. Одна возьмется, другая останется. Могу я пророчествовать вам? Есть двое прямо здесь. Есть Адам и есть Христос. И когда Христос придет, Адам будет взят. И только Христос прибудет. Давайте! Есть двое на постели. Один будет взят, Адам. И один прибудет, Христос. Есть две мелющие в жерновах, но когда Христос придет, Адам будет взят, и только Христос прибудет. Знаете, некоторые вещи настолько просты, что нам нужен кто-то, чтобы помочь вам понять это неправильно В книге Матфея, где говорится, что есть двое в поле, двое на постели, две мелющие Он сказал, как это было в одни Ноя, так будет и когда Сын Человеческий явится Итак, в одни Ноя, угадайте, кто был взят? Злые А единственные ребята, которые остались на земле, были праведные Давайте, кто-нибудь Злые забираются, когда Христос придет, злые будут взяты Не церковь будет восхищена, но злые будут изменены Злые будут взяты, не церковь Церковь прибудет, чтобы исполнить славу и образ Божий В Якове жили два человека, Яков и Израиль В Петре жили два человека, Симон и Петр В Павле жили два человека, Саввел и Павел Саввел, почему ты гонишь меня? Но Павел проповедовал Евангелие В Аврааме жило два человека, Авраам и Авраам У Авраама был только один сын У Авраама не было двух детей У Авраама был сын И у Авраама был сын Авраам был отцом Измаила, а Авраам был отцом Исаака Сколько из вас слышите меня Святым Духом? Дайте покажу вам это, дайте покажу вам Так где? Во второй главе Дайте протрезвлю вас, где мы? Это был Вифиль Послушайте, где-то здесь, вот, второй стих, третий стих И сыны пророков, которые были в Вифиле, вышли к Елисею и сказали ему Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет твоего Господина над твоей головой? Он сказал, да, я знаю Теперь послушайте меня Сыны пророков следовали за движением Бога, но они никогда не стали частью движения Божьего Есть церковь, которая будет следовать за движением Божьим, но не присоединиться к Нему Они будут слушать твои записи служения, но они не станут частью Его Они признают, что это истина, но они не хотят жениться на этом Понимаете? Время наложниц прошло, Бог не ищет больше наложниц, Он ищет невесту Он не ищет людей, которые наслаждаются близостью Его постели Он ищет народ, который родит сына, чтобы он сидел на Его троне И я здесь, чтобы пророчествовать вам, что, к сожалению, церковь, которую мы видели, была церковью наложницей Это благослови меня, благослови, благослови, благослови меня Они хотят наслаждаться удовольствием постели, но они не хотят родить сына, который сидит на троне Потому что, когда они родят сына, им придется взять имя, им придется взять Его имя Я был так восторжен, когда услышал, что Он собирается сделать крещение в божественную природу Мы крестимся, чтобы быть освобожденными от греха Слава Богу, в православной церкви, откуда я родом, мы верим Мы вообще-то выливаем елей, помазание в воду Так что ты принимаешь помазание, когда ты выходишь из воды То есть мы выливаем елей туда В православной церкви мы выливаем елей в воду Так что, когда мы крестим тебя, ты выходишь Ты выходишь, из тебя стекает не только вода, но ты также помазан Потому что елей находится на поверхности воды Поэтому, когда ты выходишь, ты покрыт помазанием, и ты одел нового человека Вода омывает тебя, но ты надеваешь нового человека, называемого Иисусом Мы крестим от греха, но нам не повелено крестить «из», нам велено крестить «в». Не освобождайте их от, освобождайте их «в». Если я тону в океане, и ты бросишь мне спасательный жилет, но вокруг есть акулы, то ты спас меня от непосредственной опасности, но не от назреваемой опасности. Ты спас меня от утопления, но я все равно буду съеден акулами. Настоящее спасение — это вытащить меня из воды, посадить меня в твою лодку и взять меня в твой дом. А что церковь делает? Это мы бросаем спасательные жилеты. Но в чем состоит новое движение Бога? Мы не будем бросать тебе спасательный жилет, мы бросатим тебя в нашу лодку и приведем тебя в Царство Божье. Сыновья пророков следовали, но они не хотели присоединиться к этому. Стих 2 говорит, что после того, как они покинули Вифиль, они пришли в место, называемое Иерихо. Услышьте меня Святым Духом. Когда они пришли в место, называемое Иерихо, послушайте, что представляет Иерихон. Иерихон представляет, во-первых, место, где пали стены. Место, где трубят семь труб. Место, где Иисус Навин берет во владение город. Могу я вам помочь здесь? Джошуа на иврите. Яхошуа. Согращённый это Иешуа. Иисус и Джошуа синонимы. То же самое имя. Джошуа это вариант имени Иисус. Но это то же самое имя. Иисус хочет взять во владение его город, но он не может, потому что есть стены, которые удерживают его вне. Стены, называемые деноминацией. Но вот выходит, Бог дает заповедь, возьмите семь труб, привет, пророки, и трубите в трубу. Пусть пророки провозгласят против этого непокорного поколения, которое отвергает Иисуса. Понимаете, когда Иисус говорит, вот, я стою у двери и стучу. Ребята, он сказал к церкви. Он не писал к миру. Для чего это мы используем? Мы используем это, чтобы объяснить, ты грешный человек, он стоит у двери и стучит. Нет, не стоит, церковный человек. Он у твоей двери стучит. Вот я стою у двери церкви и стучу. Почему? Потому что они закрылись, не впускают его, его в собственную церковь. Мы переопределяем. Вы замечаете, мы меняем ваш словарь. И некоторые из вас уже говорят, пожалуйста, не надо мне нового откровения, я уже не могу больше съесть, заверните остальное с собой. Я сыт. Кто-то говорит, он убил всех моих священных коров, у меня нет коров, у меня нет собаки, я даже больше не могу взять личного кота к себе в дом. Джошуа, пророки провозгласят слово, так что Иисус сможет овладеть городом. Могу я пророчествовать вам, вы город Бога. Иисус говорит, вы город, поставленный на горе. Могу я пророчествовать вам, город это не небо, город это вы. Вы город. Библия говорит в книге Псалмов, что есть река, которая прорывается посреди города, чтобы возрадовать город. Могу я пророчествовать вам, что если река прорвется в центре Денвера прямо сейчас, то никто не будет рад. Вы все будете злиться, потому что люди будут затоплены. Но он не говорит о городе в прямом смысле, он говорит о тебе, есть река. Привет, река это живая вода, которая прорывается в городе и может возрадовать город. Кто-то сказал, ну епископ Эш, но что насчет золотых улиц? Я хожу по золотым улицам сегодня, потому что шаги праведного человека направляемы Богом. И это улицы из золота. Но что насчет двенадцати ворот, которые сделаны из одной жемчужины? Иисус уже сказал нам, что такое одна жемчужина. Одна жемчужина это истина, а двенадцать ворот это апостольское управление, которое приводит тебя к истине откровения последнего времени. Вы город, измерения которого совершенны, который исходит с небес. Город исходит с небес. Иеремия, прежде чем ты был в утробе твоей матери, я знал тебя. Ты сошел с небес и пришел в земную сферу, чтобы исполнить цель Божью. И в любом случае Иисус говорит, тебе не позволено войти, разве только ты сначала спустился. Ты не можешь войти, разве что только ты сначала спустился. Ты не можешь пойти на небо, разве только ты уже был там. Ты не можешь пойти на небо, разве только ты уже был там. Как он может взойти, разве только если он сначала спустился. Это настолько просто, что тебе нужен кто-то, чтобы помочь тебе понять, что это неправильно. Давайте, кто-нибудь, купи истину, не продавай ее. Сколько из вас слышат Слово Божье сегодня? Хорошо, это все еще мелко. У нас есть глубокие вещи для вас. Мы только где-то по щиколотку вошли в глубину Божьей. Вы тот город, стих 5 говорит. И подошли сыны пророков, которые в Ерихонике и Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет Господина твоего и вознесет над головою твоей?» И он отвечал, «Да, я знаю это, молчите». И сказал ему Илья, «Подожди, прошу тебя здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И он отвечал, «Жив Господь и жива душа твоя, я не оставлю тебя». И пошли оба. И 50 человек из сынов пророческих пошли и стали в долина против них, а они оба стояли у Иордана. И позвольте мне помочь вам здесь. Иордан — это место смерти. Иордан — это вид смерти, умирания для твоей собственной природы. Теперь послушайте, что Библия говорит в стихе 7. Там было 50 сынов пророческих, которые стояли вдали. 50 пятидесятница. И когда дошло до места смерти, они захотели стоять вдали. Когда доходит до места смерти, они не хотят быть близко, они хотят стоять вдали. Потому что они не хотят умирать. Могу я пророчествовать вам? Они лучше хотели бы быть восхищены, потому что при восхищении тебе не нужно умирать для плоти. Но если ты останешься здесь, тебе нужно будет умирать для твоих хотений, твоих желаний, твоей плоти. Если ты действительно собираешься быть как Иисус, если ты действительно собираешься быть как Иисус, тебе нужно умереть для себя. Потому что не может быть двух человек, живущих в этом доме. Здесь есть место только для одного. И Библия говорит, что когда сильный приходит, тебе нужно связать сильного в доме. Единственное в этом доме — это Иисус. Мне нужно связать Верона, чтобы Иисус мог взять во владение дом. Ты пытаешься связать демонов. Тебе нужно связать тебя. Я связываю Верона во имя Иисуса. Я связываю себя. Если бы вы были связаны, дьяволу нечего было бы использовать. Он бы перестал владеть вами, давить на вас, угнетать вас. Вы в порядке? Вы все еще со мной? Хорошо. Если я потерял вас, есть еще один автобус, через 20 минут подъезжайте. Они стояли вдали. Стих 8, 9 говорит. И взял Илья милость свою, свернул ее и ударил ей по воде. И она расступилась туда и сюда, и перешли они оба по суху. И когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделаю тебя прежде, нежели я буду взят от тебя». И Елисей сказал, «Прошу тебя, пусть двойная порция твоего духа будет на мне». И сказал он, «Трудного ты просишь, тем не менее, если увидишь меня, когда я буду взят от тебя, будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Послушайте. Что Илья говорит Елисею? Он говорит, «Елисей, я дал тебе все возможности вернуться назад, ты не вернулся. Я говорил тебе от начала, какое отношение я имею к тебе. В каждом месте я говорил, останься здесь. Ты не остался. Ты оставался со мной. Не с ними, со мной. Теперь ты назначь свою жатву, потому что ты делал, что я хотел. Теперь я сделаю, что ты хочешь. Потому что ты был верен моему, теперь я дам тебе твое. Потому что ты желал взять, что я хотел для тебя, я теперь тебе дам, что ты хочешь для себя. Вы не слышите меня. Теперь ты назови свою собственную жатву, потому что ты был верен как слуга. Вы не слышите меня Духом Святым. Ты сел, теперь назначь свою жатву. Ты сел, ты был верен, теперь твой день, теперь это твой шанс. Библия говорит, когда это произошло, несколько вещей произошло. Во-первых, Он сказал, «Ты должен увидеть Меня, когда я буду взят». Ты должен увидеть Меня, когда я буду взят. Если ты не увидишь следующее движение Божье, ты никогда не будешь частью этого. Если ты не увидишь следующее движение Божье, ты никогда не будешь... Ты не можешь просто тусоваться с другими ребятами и думать, что получишь это, потому что ты с ними. Тебе нужно получить это самому Ты должен быть голодным по вещам Божьим И есть люди, которые отказываются видеть следующее движение Божье Услышьте меня, есть люди, которые откажутся видеть это Но тебе нужно иметь небесное видение, если ты собираешься ходить в том, что Бог имеет здесь Елисей хотел сохранить добрую часть его дня и перенести это в следующий день И пришел вихрь, и он разделил два дня Вихрь — это тип суда Могу я пророчествовать вам? Когда Иисус пришел на землю освободить людей И подали ему книгу пророка Исаии Он открыл книгу пророка Исаии и говорит «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня» И потом он говорит, что Он помазал его делать Он помазал его проповедовать нищим Давать зрение слепым И потом он приходит к заключению этого текста И он говорит «И проповедовать лето Господне благоприятное» Стих не заканчивается этим Но он закончил Он закрыл книгу и сказал «Мне больше нечего сказать» Но следующая часть того же стиха говорит «И день пчения Господа нашего» «Могу я служить вам, что Иисус принес юбилейный год, но сыны Божьи принесут на лице земли день пчения Бога» И они отделят старый порядок от нового порядка Они отделят старое движение Бога от нового движения Бога Они отделят душевную сферу от духовной сферы Илья сказал Елисею Знаете, единственные, кто не знали, это были сыны пророков Потому что они не перешли через Иордан Единственные, кто не получил видение Из-за того, что они не умерли, они не приняли участие И каждый из вас в этом доме будет призван Место отдаления, место смерти и умирания для твоих собственных желаний И умирание для твоего собственного эго И умирание для твоей собственной воли Бог призовет эту церковь быть источником постоянного раздражения Бог призовет этот стиль служения и стиль лидерства Ты заметишь, что Бог меняет личности людей, чтобы раздражать тебя И каждый раз, когда ты будешь привыкать к ним, он будет менять личность снова Просто чтобы достать твои последние нервы потому что то, что они делают, они призваны сохранить тебя на месте постоянного поиска лица Божьего. Еще что-то. Если ты когда-нибудь попоешь... Если бы они не раздражали тебя, помазание стало бы слишком обыденным для тебя. Ты бы настолько привык, что не видел бы мужей и жен Божьих, как мужей и жен Божьих. Ты просто видел их, как мужчин и женщин. Поэтому сколько из вас слышите меня Духом Святым? Ваши апостольские и пророческие голоса будут в прямом смысле действовать вам на нервы, чтобы отделить вас, чтобы видеть, сколько из вас все еще действительно хотят прийти через Иордан. Потому что большинство из нас бы сказало, большинство бы сказало, ты иди, я буду молиться за тебя и с тобой, но ты просто раздражаешь меня. Я не могу просто так. Потом, когда они вошли в курс дела, они не участвовали в движении Божьем. Сколько из нас не достигают движения Божьего в самый последний момент, потому что мы не были готовы уступить полноте присутствия Божьего, которую мужья и жены Божьи помещали в нашу жизнь? Он сказал, ты должен увидеть меня, как я буду взят. Единственные люди, которые не видели, были сыны пророков. Позвольте мне сказать следующее, церковь. Есть поколение, которое пройдет через смерть, но они не проплывут через это, они пересекут это посуху, им не придется плыть через Иордан, он не коснется их. Их простое послушание, готовность умереть даст им вечную жизнь. Он говорит, ты хочешь обрести жизнь, ты должен быть готов сначала потерять ее. И те, кто потеряет ее, это те, которые готовы принять ее. Простой факт того, что ты хочешь жить, это может прозвучать безумно, но будет поколение людей, которые будут жить больше, чем 80 лет на этой земле. Хотите, я докажу это вам? Это ничего общего не имеет с тем, что я проповедую, поэтому я не буду брать плату за это, это бесплатно, хорошо? Но если это послужит тебе, то, знаешь, купи истину и не продавай ее. Послушайте слово Господне. Бог сказал Адаму, в день, в который ты вкусишь от дерева, ты непременно умрешь. В день, в который ты вкусишь, ты умрешь. В день, в который ты вкусишь от дерева, ты непременно умрешь. Адам вкусил от него. Угадайте что, он не умер. Эти теологи, как глупо. Он умер духовно. Нет, не умер, он душа живая, он не умер духовно. В тот день, когда он вкусил, он не умер. Почему? Потому что день с Господом, как тысяча лет. Адам жил 930 лет. Давайте кто-нибудь. 930 лет. Не дожил 70 лет до одного дня. Мафусал, старейший человек на земле, 969 лет. Не хватило 31 года. Промахнулся мимо движения Бога на 31 год. Никогда не прожил дня. И последний враг будет завоеван смерть. Единственный путь завоевать его, это кто-то в человеческой плоти должен прожить дольше, чем день, чтобы отменить проклятие Донского сада. У Бога будет кто-то, будет поколение. Может быть, я не буду одним из тех людей, кто проживет тысячу лет, но я сделаю самое лучшее, чем я когда-либо в своей жизни думал я смогу. Я сделаю самое лучшее. Знаете почему? Потому что должно быть поколение. Ты никогда не увидишь движения Божьего, если не будешь готов к нести в жертву твое собственное эго, твою собственную волю и твои собственные желания. Давайте, кто-нибудь. Держитесь со мной сейчас. Держитесь со мной минуту. Они не плыли через Иордан, они и прошли посту. Они пройдут сквозь тень смерти, но она их не коснется. Услышьте меня. Они пройдут сквозь нее, и Бог благословит их. Второзаконие 15. Откройте со мной Второзаконие 15. Сколько из вас получает Слово Господне здесь? Теперь я покажу вам правду насчет откровения об этом. Я покажу вам правду насчет двойной порции. Вы готовы? Потому что ты не можешь просто ходить и говорить «Хочу вдвойне». Это не то, как ты получаешь это. Ты не можешь просто получить возложение рук на себя, чтобы получить вдвойне. Никто не может подуть на тебя, чтобы ты получил вдвойне. Нет никакого масла, которое может дать тебе двойное помазание. Нет никакого особенного служения двойного помазания. У всех нас будет двойной. Я раньше делал это. Послушайте, у меня были все эти служения. Приходите в пятницу вечером, у нас будет служение двойного помазания. Неправильный ответ. Что такое двойная часть? Давайте посмотрим, что Слово Господне говорит здесь. Второзаконие. Мы начнем в 15 главе, стих 16. Послушайте, что здесь говорится. «Если же скажет Он тебе, не пойду я от тебя, потому что Он любит тебя и твой дом, потому что хорошо Ему у тебя, то возьми, возьми шило или гвоздь, и проколи ухо Его к двери, и будет Он рабом твоим навек. Так поступай с рабою твоей. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить Его от себя на свободу, ибо Он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать». Господь говорит здесь. «Если у тебя есть слуга, и ты скажешь Ему уходить от тебя, а Он скажет, я останусь, он становится стоящим вдвое. И если ты Его Господин, ты должен взять гвоздь. Если у тебя проблемы с людьми, имеющими пирсинг, это место для написания для вас. Возьми гвоздь, проколи Его ухо, пригвозди Его ухо к твоей двери, Библия говорит, «Не считай это тяжким для тебя, потому что Он будет ценнее в твое служение тебе, потому что Он полюбил тебя и твою семью больше, чем самого себя». Послушайте Илью, послушайте Илью. Останься здесь. Послушайте, Ильисей, «Жив в Господе, жива душа твоя, я не останусь, я останусь с тобой». Ильисей помнил закон второзакония. Он помнил его. Вы не слышите меня. Он не только помнил его, но каждый раз, когда Илья пытался избавиться от него, он говорил, «Нет, я знаю, что если я останусь с тобой, я должен буду получить двойную часть, если я останусь с тобой». Вы не слышите меня Духом Святым. «Если я останусь с тобой...» «Останься здесь». «Нет, я останусь с тобой». «Я остаюсь с помазанным». Он стал добровольным рабом. Он привязал себя к Илью. Вы не слышите меня. Почему? Потому что он сказал, «Послушай, ты пророк сейчас, но если я буду следующим пророком, я должен слышать голос Божий сам». Он говорит, «Угадай что? Илья, я остаюсь с тобой. Возьми мое ухо и прибей его к двери». Иисус сказал, «Я есть дверь, и никто...» «Давайте же кто-нибудь...» Он прибил его ухо к двери так, что Ильисей мог слышать Духа. Он не собирался говорить, что Бог сказал «Ильи». Он говорил, что Бог сказал «Мне», потому что его ухо стало прибито к двери во Святом Духе. И поэтому, когда Илья посмотрел на него и сказал, «Что ты хочешь от меня?» Он сказал, «Я хочу то, чего я стою». «Я не прошу чего-то, я прошу того, чего я стою». «Я стою двое». «Дай мне». «Я не прошу благословения, я прошу воздаяния». «Я прошу того, с чего я стою». «Тебе его ухо к двери, чтобы он мог получить вдвое». «Чтобы он мог получить вдвое, чтобы он мог слышать голос Божий сам». Он не говорит «Что я хочу?» Он говорит «Чего я достоин». «Боже, заплати мне то, чего я достоин». Знаете, если вы большинство из нас могли сделать так, если вы могли попросить Бога дать нам то, чего мы стоим, мы бы немного получили, потому что мы не были верными. Послушайте, вы не можете получить вдвое. Единственное, как вы можете получить вдвое, это будучи верным, любя других людей больше, чем самих себя. «Услышьте меня, Духом Святым». Второзаконие, 21 стих 15. «Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и они родили ему детей, и любимая и нелюбимая, и первым сыном будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим и мнения своего, он не может сыну жены, любимой, дать первородство перед первородным сыном нелюбимой, который на самом деле первенец. Но он должен признать первенца сына, нелюбимой, тем, что даст ему двойную часть всего, что он имеет, ибо он есть начаток силы его, и ему принадлежит право первородства». Услышьте меня в Духе Святом. Вы сын нелюбимой. А остальная церковь, другая жена, другая невеста Христа, будет ненавидеть тебя, потому что ты родила сынов нелюбимых. Но из-за того, что ты нелюбима, ты получаешь двойную часть. Из-за того, что ты ненавидима, ты получаешь вдвое. Понимаете, Бог ставит тебя. Вы знаете, что Елисея ненавидели другие сыны пророков? Вот почему он подходил для двойной части. Вы знаете, что люди будут ненавидеть вас за этот уровень откровения? Они будут ненавидеть вас за вашу веру. Они будут ненавидеть вас за движение Божье. Они будут ненавидеть вас за ваш голод. Вы будете разговаривать с древними христианами и говорить. Ты будешь сидеть и смотреть в их лица и думать, я жажду, есть другая сфера Бога, есть другая сфера Бога, они будут смотреть на тебя и думать, ты сумасшедший, я просто хочу пойти на небеса, я знаю, вы все здесь делаете глубокие вещи, но я просто хочу быть спасенным, хочу видеть людей спасенными. Я просто хочу быть здоровым и невредимым, мне нужно внутреннее исцеление. Все они пытаются быть исцеленными, есть армия полная больных людей, есть армия полная слабых людей, все в больнице, исцеляются. Где твоя армия Иисус? Они все не здесь, им всем нужно внутреннее исцеление. Очень извиняюсь, сатана, нам нужно отложить войну. И вы становитесь сынами ненавидимой, и чем больше ты пренебрегаем в городе и в регионе, тем больше ты становишься подготовлен для двойного помазания. Чем больше ты пренебрегаем, чем больше испытаний и трудностей ты проходишь, тем больше. Бог говорит, ты самый достойный сын для двойного помазания, ты сын наиболее достойный двойного помазания. Теперь Елисей говорит, мне нужно разобраться с Езавелью Если мне предстоит разобраться с Езавелью Мне должно быть ненавидимым другими людьми Мне нужна мантия, потому что я раб, и потому что я ненавидим Мне нужна двойная часть, потому что я раб, и потому что я ненавидим Я хочу то, чего я стою Я не хочу, чтобы ты благословлял нас так, как ты благословляешь других Мы не хотим благословения, мы хотим воздаяния Сколько из вас слышит меня? Есть церковь, которая просит благословения, но есть церковь, которая хочет воздаяния. Есть церковь, которая говорит «воздай нам». Приходящий к Богу должен, во-первых, веровать, что Он есть, лишь что Он воздаятель тем, кто старательно ищет Его. Бог может благословить любого, но только верные получают воздаяние. Стих 12, 2 главы. Библия говорит, первое, что Он сделал, Елисей увидел и воскликнул «Отец Мой». Отец Мой, колесница Израиля и конница Его, и не видел Его более. И схватил Он одежды свои и разодрал их на две части. Он избавился от Его земных одежд, или от Его земной идентификации, и покрыл Себя мантия Его отца Ильи. Покрыл Себя символом Его служения и властью Его помазания. Он разорвал Свою земную идентификацию. Могу пророчествовать вам, что грядет разрывание в нашей жадке, где Бог разрывает наши земные идентификации, чтобы мы могли быть... Наши земные дружбы, наши земные семьи, земные... Все будет оторвано от тебя, и ты будешь чувствовать себя настолько... Низкая самооценка? У тебя будет низкая самооценка, но не низкая Богооценка. Ты будешь видеть себя как ничто, а Бог как все в тебе. Но слушайте меня, мы поговорим об этом через минуту. Он разрывает земные одежды. Стих 13, это же глава. Он взял мать Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и встал на берегу Иордана. Он взял мать Ильи, которая упала... Послушайте меня. Причина для двойной порции — это не для тебя. Послушайте, что он сделал. Он пошел и ударил по реке Иордан, и он разделил воды. И когда он перешел, стих 15, и увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, «Обочил дух Ильи». Помазание, которое Бог дал тебе, это не для тебя. Это для нации. Это для тех, кто остался на другом берегу в размышлении. Позвольте сказать вам, церковь, это ваша ответственность переносить в небо христианам, которые разочарованы. Потому что ложь, которую им проповедовали, они не участвовали в этом. Будет исход людей, которые будут покидать традиционные... Послушайте, вы можете быть маленькими сейчас, но пойдите и купите себе еще одну тысячу стульев, разрушьте стену в этом месте, потому что после того, как это придет, люди будут пытаться найти место и скажут, «Мы верили лжи достаточно долго, и мы будем искать истины». Вы можете быть маленьким количеством сейчас, но вы недолго будете маленьким числом, потому что день придет, что не будет достаточно места в этом здании, чтобы вместить. Потому что сыны пророков в Амазании Божьей двойная порция, вы примете эту двойную часть, вы ударите, они увидят это, и они скажут, «Мы будем верить в это». Но Амаза не было там все это время. Мы не верили в это раньше, но мы будем верить сейчас. Мы не верили тогда, но мы будем верить сейчас. Они было застряли на другом берегу, но Иисус собирается злить его дух на всякую плоть. Елисей! Первое, что он сделал, он служил сынам. О, слышите меня. Первое, что он сделал, это он пошел служить сынам пророческим. И когда появляется группа первых плодов, первое, что они будут делать, они будут служить сынам. Сынам Божьим, которые были в других церквях, слышали истину, верили истине, но слишком боялись, чтобы присоединиться к истине. Они верили этому, но они оставались там, где они были. Но когда день расплаты придет, когда день, когда Бог отделит одно движение от следующего движения, они придут. И наша первая ответственность, это служить сынам. И во второй главе, в девятнадцатом стихе, второе, что он сделал, он служил к городу. И жители города сказали Елисею, «Посмотри, прошу тебя, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша, и земля бесплодна». И он сказал им, «Принесите мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И он вышел к истоку воды и бросил туда соли. Богу я пророчествую вам сегодня, что после того, как он послужил сынам, после того, как вы послужите сынам, когда вы получите двойную порцию, тогда вам нужно пойти в город. Это вся церковь. Вы пойдете ко всему городу. И проблема с городом, они пили отравленную воду. Они слушают служение, но оно не чистое. Они слушают некоторые послания, но они... Они исходят из Библии, но это отравленная вода. Оно исходит из слова, но оно приносит смерть вместо жизни. Это та же самая книга, которую вы читаете, но она приносит смерть вместо жизни. Но Бог вот-вот произведет святое поколение, которое принесет соль. Привет, вы соль земли. Он возьмет эту соль и бросит ее в воду. Когда соль проповедует слово, когда соль проповедует слово, когда соль проповедует слово, яд будет устранен, и Бог вернет жизнь в церковь Божью снова. И слава последнего дома будет больше, чем слава прежнего дома. Конец будет лучше начала. Что следующее он сделал? Библия говорит в 4 главе в 38 стихе, что сыны пророков готовили еду, которая была ядовитой, в котле была смерть. И Библия говорит, что Елисей сделал чудо и взял... Могу я пророчествовать вам, что церковь кормит нас тем, что приносит смерть. Но Бог накормит нас тем, что сыны Божьи и те, кто ходят в божественной природе Христа в двойной борте, и они возьмут то, что несет смерть, и оно начнет приносить жизнь. То, что отравляет людей, начнет питать их. То, что удерживало людей вдали от церкви, начнет приводить их в церковь. Ну же, знаете, почему люди не идут в церковь сейчас? Знаешь, я не хожу в церковь, потому что проповедники сумасшедшие. Но сейчас угадайте, что? Будут сумасшедшие проповедники, которые будут приводить их в церковь. Они стояли вдали, потому что их избивали мечом. И теперь тот же самый меч, который избивал их, он станет скальпелем в руках искусственного хирурга. Раньше они боялись его, но сейчас он вырежет их рак. Нож в руках грабителя опасен, но нож в руках хирурга — это исцеление. И каково обетование? У нас были грабители-проповедники, у нас были разбойники-проповедники, у нас были воры-проповедники, и они использовали нож, чтобы убивать. Но Бог придет некоторых хирургов, которые будут использовать нож, чтобы исцелять, использовать нож, чтобы приносить освобождение, использовать нож, чтобы приносить жизнь. Поднимите руки и воскрикните «Аллилуйя!» Поднимите руки и опять же скажите «Я беру двойную порцию!» Посмотри на соседа и скажи, я не хочу благословения, я хочу воздаяния, я хочу то, чего я стою. Я был верен, и я хочу, чего я заслужил. Похлопайте, воскликните, аллилуйя. Могу я пророчествовать вам? Какое следующее чудо он сделал с двойным помазанием? В 4 главе Библия говорит, была вдова. Услышьте меня Духом Святым. Была вдова, чей сын вот-вот должен был быть бродан в рабство. Почему она была вдова? Женщина – это символ церкви. Почему она была вдова? Потому что Божий закон говорит, если у тебя есть одна жена, если у тебя есть муж, и он жив, то тебе не позволено повторно выходить замуж, так что твой первый муж должен умереть, и тогда ты можешь законом выйти замуж за твоего следующего мужа. Могу я пророчествовать вам, что церковь была замужем за первым мужем, Адамом? Но Бог вынужден был убить Адама. Вот почему Адам принес смерть. Бог мог законно сделать ее вдовой, чтобы он мог жениться на ней и дать ей его имя. И Библия говорит, как эта вдова освободилась. Бог повелел им принести пустых сосудов. Привет, пустые сосуды! Привет, пустые сосуды! И когда двойное помазание придет, будут искать пустых сосудов и повелят тебе быть наполненным маслом помазания силы Святого Духа. Брад, Бог приводит пустые сосуды. Это не впервые Он сделал это, потому что Библия говорит, что Иисус пошел на вечеринку, там была свадьба. Иисус сказал им, когда у них закончилось вино. Иисус посмотрел на них и сказал, эй, принесите мне пустых сосудов и наполните эти пустые сосуды водой. Наполните эти пустые сосуды водой. И потом Библия говорит, когда они наливали из них, там оказалось вино. И управитель дома сказал, почему ты оставил лучшее напоследок? Могу я пророчествовать вам, вы пустые сосуды, наполненные водой Слова. И слава последнего дома будет больше славы прежнего дома. И конец будет лучше начала. Я пытаюсь помочь вам понять, что-то, что мы проповедуем, это не что-то, что мы придумали, оно жизнь дающее. Это не мертвая буква, этого не купишь в библейском книжном магазине. Это слова жизни, это слова Духа, и это то, что меняет жизнь людей в полноту Царства Божьего. Услышьте меня Духом Святым. Они не только сделали это. Библия говорит, что они были наполнены маслом. Могу я послушать вам чем-то еще? В девятой главе Библия говорит, что Елисею нужно было положить конец служению Иезавели. Илья избавил ее от пророков, но Елисей избавил от нее. И предыдущее движение Божье может быть избавило от пророков Иезавели. Но следующее движение Божье разделается сложной церковью. Могу я послушать вам божественным откровением? Библия говорит, что когда Елисей пошел разбираться с ней, она сидела в окне, раскрашивая свое лицо. Могу я пророчествовать вам, что я открою, я открою у вас окна небесные. Могу я пророчествовать вам, что Иезавель сидит на нашем окне слишком долго. Она раскрашивала свое лицо баптистов, методистов, лютеран, в ассамблеи, во все виды веры, харизматов. Она раскрашивала лицо, но Иисус говорит, но Елисей собирается пророчествовать. Елисей не будет выталкивать ее. Библия говорит, евнухи вытолкнули ее. Евдухи. Могу я пророчествовать вам? Позвольте мне сказать, что такое евнух. Евнух? Это мужчина, чья работа заботится о невесте царя. Но ему не позволено осквернять ее. Поэтому он кастрирован. И его работа только украшать ее. Но ему не позволено взять ее или наслаждаться удовольствием с ней, потому что ее наслаждение только для царя. Вы не слышите меня. Бог вот-вот воздвигнет поколение евнухов-проповедников, чья единственная цель – это приготовить невесту и сделать ее красивой. Но они не будут надругаться над ней. Они не вкусят ее. Они не будут выжидать ее. Они не будут осквернять ее. Они не будут красть у нее. Они не будут гать ей. Они будут украшать ее. Так что, когда царь уходит, она будет прекрасно приготовлена для царя царей. И проблема в том, что у нас были люди. У нас были люди, заботящиеся о невесте, которые насиловали ее. Мы выходим из церкви, чувствуя себя изнасилованными. Чувствуя себя хуже, чем когда пришли в церковь. Сколько из вас слышат меня? Лучше не шутите со мной. Библия говорит, что на шестой день, когда дети Израиля странствовали по пустыне, на шестой день Бог посылал двойную порцию манны. «О, вы не слышите меня Духом Святым». Потому что мне не было позволено собирать седьмой день, субботний день. Потому что это день покоя. Ну же, вы не слышите меня Духом Святым. Поэтому Бог... Говорит сказать вам, что мы в конце шестого дня, и Бог дает нам двойную порцию манны с небес. Мы получаем больше ее. Мы получаем больше откровения. Смотрите. Ты думал, ты был в откровении? Есть еще откровение, которое грядет. Кто-то сказал, «Брат Эш, почему об этом не проповедовали раньше? Потому что это не было окончанием шестого дня». Бог посылал двойную порцию в конце шестого дня, чтобы это было для седьмого дня. Мы вот-вот пойдем. С дней Адама до ныне это шесть дней. На шестой день он сотворил человека, и в конце этого дня он послал двойную порцию манны, чтобы в итоге привести их в следующий день. Как это мы не слышали этого раньше? Потому что мы только сейчас выходим из служения шестого дня, чтобы принести это в полноту субботы. А суббота — это не день, это духовный сезон. Это не суббота или воскресенье. Но суббота — это следующее движение Бога. Но суббота — это следующее тысячелетие, когда люди будут жить тысячу лет и разрушат проклятие смерти. И последний враг, который есть смерть, будет положен под ноги его. И позвольте сказать вам что-то церковь. Он будет положен под ноги его, под его ноги. У него нет никаких ног. Он только глава. Мы — тело. Ноги принадлежат телу, поэтому в самом деле ему не нужно побеждать это. Они будут положены под наши ноги. Поэтому мы — те, которые должны победить смерть. Мы — те, которые должны жить больше, чем день в глазах Божьих. Сколько из вас слышат меня Духом Святым? Манна для субботы. Курабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Продолжение следует...